Он изображает из себя правоверного мусульманина. Да, это я, Рамдан Ахмадович Кадыров, глава Чеченской республики. Но на самом деле по уши погряз в порочных связях. Я люблю женщин красивых. Он публично заявляет, изменять жене плохо. Но сам при этом искал себе любовницу на конкурсе красоты. Достойно такую красавицу я ищу. Сколько жён насчитывает гарем Рамзана Кадырова? Как он балует своих женщин за деньги, отобранные у чеченского народа? Ты должен одинаково относиться. Одинаково одевать, одинаково строить дома, одинаково покупать шубы, одинаково покупать машины. Всё одинаково. И что Дон-Дон делал в Дубае с кремлёвской пропагандисткой Тиной Канделаки? На вас буду смотреть и днём и ночью буду думать, как бы её там, знаешь, саламу алейкум там, знаешь. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров вряд ли попадает под определение настоящего джигита. Низкорослый подхалим с кучей комплексов, который не может похвастаться ни спортивной формой. Низкорослый подхалим с кучей комплексов, ни красноречивостью. Именно за этого человека в далёком 1995-м вышла замуж девушка из его школы Медни Айдамирова. Она же меня выбрала и сказала, я с тобой буду жить. Чеченский Дон-Дон Жуан никогда официально не признавал своё многожёнство, да и в документах его законной супругой является только Медни. Я очень люблю свою жену. Но правда ли, что чеченский золотой мальчик такой однолюб? Она же моя жена. Она же замужем. Если это так, то почему Рамзан частенько упоминает о жене во множественном числе? Мои дети, мои жёны, жена, моя мать, они приняли такое решение. Если у тебя две жены, ты должен одинаково относиться. Интересно, что о многожёнстве думает Медни? В религии нашим мужчинам, мусульманинам, можно жениться ещё три раза. Если он захочет, если он решится, то я согласна. Одобрение прям читается на лице. Как и счастье, которое женщина пыталась имитировать перед журналистами. Я себя считаю очень счастливой женщиной. У меня очень красивая семья. Бала Аллаху здоровые дети. И меня любящий муж. На сегодняшний день в семье Кадыровых растёт 15 детей. И всех их воспитывают именно Медни. Пока её любящий муж развлекается с молодыми сердцеедками. Я люблю женщин красивых. Однако о неофициальных отношениях, как и о неофициальных кремлёвских деньгах, Тон-Тон предпочитает молчать. Он ведь всё-таки лидер Чечни и должен поддерживать образ правоверного мусульманина. Я мусульманин. После религии я подчиняюсь законам. Я лучше достойно умру, чем менять свои взгляды. История этого вранья уходит аж в 2006 год, Когда в Чечне проводили первый и последний конкурс красоты. Чтобы барышни, упаси Аллах, не перестарались, им заранее объявили, чего нельзя. Нельзя юбку выше колен, нельзя декольте, ну и, конечно, никаких конкурсов у парня. Большая часть чеченцев была против этого конкурса. А вот Рамзан Кадыров, который тогда был премьером Чечни, Всеми силами его отстаивал. Свою сестру вы бы отпустили на этот конкурс? Отпустили, конечно. Она показывает традиции обычаи, какая должна быть чеченская девушка. Уж больно хотелось чеченскому джигиту отмыть деньжат И присмотреться к молоденьким девушкам. Хотя свою официальную жену на такое мероприятие он ни за что бы не отпустил. Моя супруга должна с детьми, спальне, кухне. И пока медни занималась домашними заботами, Рамзан Ахматович выбирал себе еще одну даму сердца. Достойно такую красавицу я ищу. Только вот привлекла Рамзана Кадырова вовсе не победительница конкурса, А девушка, которая заняла второе место. Фатима Хазуева. Светловолосая, зеленоглазая, с европейскими чертами лица. Ее внешность абсолютно не соответствует идеалам красоты горцев. Но истинный мусульманин и патриот Чечни не смогу стоять перед соблазном. Мы же люди. Они в итоге умеем любить, ценить, дарить любовь. И не только любовь, но и дорогие подарки. Это, возможно, самый роскошный частный дом в Чечне. Огромный особняк, единственный в грозном бассейн под открытым небом. Территория размером с два футбольных поля. Наверное, вы уже догадались, что этот дворец принадлежит 30-летней Фатиме Хазуевой. А находится этот дом в самом сердце Чечни, прямо напротив окон дворца самого Кадырова. Есть у Хазуевой и довольно недешевое жилье в Москве. 130-метровая квартира в элитном комплексе на Шаболовке. И еще нежилое помещение площадью почти 600 квадратных метров. Также Фатима является владелицей еще одной квартиры возле природного заказника долина реки Сетунь. Вся недвижимость Хазуевой стоит почти полмиллиарда рублей. Но откуда им взяться у 30-летней девушки? Она, конечно, ходит на работу в администрацию Кадырова. Но ее официальная зарплата составляет 80 тысяч рублей в месяц. В лучшем случае она смогла бы накопить 500 миллионов за 500 лет. Но есть и более быстрый способ разбогатеть. Журналисты узнали от местных жителей, что Фатима является второй женой главы Чечни. Но не официальной. Были мысли, что это его возлюбленная. Но когда мы начали писать местным, спрашивать жителей ее села, они нам просто в один голос заявили на вопрос, кто это, знают ли они, кто это, что. Это жена главы, это жена Армазана Кадырова. Ну вот именно вот эта девушка Фатима, она стала, так скажем, постоянно его супругой. Она рожала, рожает ему детей. И это как бы, в республике все это знают. В общем, известен такой факт. Скорее всего, этот факт известен и первой жене Кадырова. Вы хоть раз его в жизни ревновали? Ну, конечно. А вы когда-нибудь ему говорили о том, что вы его ревнуете? Нет. По законам шариата, муж должен одинаково обеспечивать своих жен. Но в декларации числится только одна квартира первой жены в Москве. Всю остальную дорогую недвижимость Медни оформляла на другие документы. Медни, Мусаевны, Мусаевой. Это совершенно вымышленная личность и причем очень богатая. На Мусаевой, то есть Кадыровой, числятся три квартиры в Москве. Кстати, одну из них владелица со временем любезно уступила Фатиме, второй жене Рамзана Ахматовича. Он с вами советуется принять какие-то решения? Я имею в виду, вот, ну, вашу семью. Про семейную, да, мы вместе обсуждаем некоторые вещи. Но откуда у главы дотационного региона столько денег на содержание двух жен? Все просто. С ним делится бедный чеченский народ, который регулярно пополняет фонд Кадырова. Фонд Кадырова самый богатый в России. В 2019 году он получил 6 миллиардов рублей пожертвования. Этих денег с избытком хватило бы, чтобы расплатиться по всем долгам Чеченской республики. Но Рамзан Ахматович тратит эти деньги на свои личные потребности, в том числе плотские. Как выяснилось, двух жен главе Чечни оказалось мало. Насколько я понимаю, Кадыров вообще имеет, видимо, несколько жен. Двух, как минимум, постоянных. И еще две вакансии у него постоянно свободны. Он их меняет. Это не любовь. Это у него раздрат. В 2009-м Рамзан Ахматович пытался подкатить к ливанской танцовщице и певице Мириам Фарес, которая выступала на его дне рождения. В Чечне устроили торжество. На нем был глава республики. Там было очень много народу. Он повел меня за собой и начал объяснять по-арабски. Вообще он не очень говорит по-арабски. Но заучил пару слов, чтобы сказать мне, ты очень красивая. Я посчитала это шуткой. Затем мне перевели, что он просит моей руки. Но похоже, что Кадыров получил отворот-поворот. А вот телеведущая Тина Канделаки от ухаживаний похотливого Дон Дона отказываться не стала. А что-то не так? Вы слишком вызывающие ответы, поэтому я стараюсь не смотреть на вас. Ну, не знаю, я извиняюсь, но я прошу прощения, я честно очень старалась. Возможно, именно восточные черты лица кремлевской пропагандистки возбудили глубинные фантазии чеченца. На работе, если женщины будут ходить полуголым, то мужчинам не получится работать. На вас будут смотреть и днем и ночью будут думать, как бы ее там, знаешь, саламу алейкум. Судя по тому, как Дина отзывается о Кадырове... Он очень сильный, очень умный и очень хорошо умеющий владеть собой руководителем. Можно предположить, что она специально пришла на интервью с таким глубоким декольте, чтобы услышать намек на так называемый саламалейку. Это Дина паровоцировала меня. Конечно, а кто еще, если не я? И, похоже, этот план сработал, ведь 10 лет назад Кадыров летал вместе с Кандылаки в Дубай. Во всяком случае, так утверждает теперь уже бывшая подруга Тины Ксения Собчак. Тина была не только в Дубае с Кадыровым, она была и в Грузии. А еще получила от Кадырова в подарок часы бреге. Это, конечно, не квартира в столице, но и Кандылаки Кадырову не жена. Хотя находиться в ее компании Рамзану, судя по всему, приятно. Ведь Тина знает, как поднять мужчине самооценку. Вот я всю жизнь худею, занимаюсь спортом, считаю, что могу это делать лучше всех и качественнее всех. Но есть один человек, который это может делать лучше меня, как сегодня выяснилось. Как вы похудели? Сознайтесь, какие таблетки вы пили? Кстати, по поводу таблеток. Кандылаки как в воду смотрела. Без них чеченский ловелас уже не может жить. Он болен, он уже стал наркозависимым. Он уже 15 лет принимает какие-то таблетки. И сегодня он стал абсолютно зависим от этих таблеток. Так что вполне вероятно, что скоро его похождения по женщинам закончатся. И блудливый Кадыров вспомнит о своей первой жене Медни, на плечи которой, скорее всего, и ляжет уход за немощным мужем. Я хочу его поддержать всегда, чтобы хоть со мной ему было полегче чуть. Он играет роль приличного семьянина, который прожил со своей женой душа в душу целых полвека. Любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга. Но на деле Сергей Лавров оказался лживым стариком, который уже более 20 лет прячет от публики вторую семью. Потому что у Лаврова есть некая параллельная жизнь, параллельная семья. И здесь в основном проблема в том, что он декларирует одну семью, а по факту живет в другой. Я не знаю, о чем идет речь. Как министр иностранных дел РФ балует свою таинственную возлюбленную и ее родственников за государственный счет. Министр тихонечко разворовывает сам МИД. Катает всех на самолетах. Показывает мир любовницы, маме любовницы, племяннице любовницы, дочке. Пристраивает их на работу, отдыхает с ними на яхте. И кто из российских олигархов содержит самого Сергея Лаврова? Есть просто прямой подкуп. О частной жизни этого российского дипломата известно не так уже много. Потому как человек он закрытый, социальных сетей не ведет. Видимо, боится, что коварный интернет выдаст все его личные тайны. Есть какие-то вещи, о которых мы публично не говорим. Но для отвода глаз некоторую информацию Лаврову все-таки пришлось сделать публичной. Например, о своей законной жене Марии Александровне. Их роман начался в начале далеких 70-х. Когда она была студенткой филологического факультета педагогического института, а он студентом третьего курса МГИМО, который заинтересовал девушку игрой на гитаре и авторскими стихами. Я писал некоторые тексты на дни рождения, прочие юбилеи в личной жизни моих друзей. И так в кругу друзей иногда этим занимаюсь. В 72-м Лавров женился на Марии. И в этом же году молодая семья отправилась на Шри-Ланку. Нет, не отдыхать, а в зарубежную командировку. Когда женщина, неважно, жена она, посла или просто дипломата, едет с мужем в командировку в страну, где ее профессиональные знания не смогут найти свое применение, конечно, это серьезные проблемы. Четыре года на Цейлоне стали настоящим испытанием для Марии. Но чего только не сделаешь ради мужа, который получил работу в советском посольстве и мечтает пристроиться к государственной кормушке. Какими, по вашему мнению, качествами должна обладать жена-дипломата? Любая жена, как и любой муж, должны прежде всего понимать друг друга и не мешать, а помогать, реализовывать соответствующие идеи, которым вы решили посвятить свою жизнь. По возвращению в Россию Сергей Викторович поступил на службу в Министерство иностранных дел, а его жена занялась обустройством семейного жилья. В роли отчаянной домохозяйки женщина была до 81-го, пока ее муж не получил назначение на пост первого секретаря постоянного представителя СССР при штаб-квартире ООН. Тогда семья переехала в Нью-Йорк. И Мария, наконец, занялась самореализацией. Устроилась работать в библиотеку представительства РФ. У жены есть своя специальность, муж должен тоже уважать ее специальность. Вот только на работу по специальности педагога у жены Лаврова времени не нашлось, поскольку она была вынуждена воспитывать дочь Екатерину, которая родилась в США и ходила в школу на Манхэттене. В 88-м семья Лавровых вернулась в Россию. После развала СССР карьера Сергея Викторовича резко пошла вверх. И уже в 2004 году он возглавил МИД и стал главным рупором Кремля в международном информационном пространстве. Это означает не привилегию, а это означает ответственность. Он сразу же понял, кому нужно прислуживаться, кого слушаться и чьи интересы продвигать, чтобы надолго задержаться на хлебном месте. В дипломате очень важна интуиция. Иногда ты, благодаря интуиции, можешь очень многое решить. Лавров быстро научился врать не краснее отечественным и иностранным журналистам, представителям других государств. Ну и, конечно же, законной супруге, которую он почему-то резко перестал брать с собой в рабочие командировки. Это факт. На публике он рассуждает о скрепах и защите семейных ценностей. Традиционные ценности, ценности семьи, мы отстаиваем их. И особенно перед лицом попыток подорвать традиционное понимание семьи, богом данное понимание семьи. Однако сам Лавров этих принципов не придерживается. Уже в начале двухтысячных у него появилась тайная возлюбленная на стороне по имени Светлана Полякова. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он с этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России. На самом деле, об этой женщине в российском МИДе знают все. Более того, там ее принимают в качестве официальной жены Сергея Викторовича. В записных книжках у многих людей она записана, как Светлана Лаврова. Она имеет настолько большое влияние в Министерстве иностранных дел РФ, что из-за нее даже уволили нескольких чиновников. Светлана сопровождала Лаврова на встрече с Путиным во время освящения храма преподобного Сергия Радонежского в Царском селе и ездила за государственный счет с Сергеем Викторовичем в официальные командировки. За последние семь лет Светлана Полякова 60 раз пользовалась служебным самолетом Лаврова, как своим. Вот она рядом с Лавровым и известным азербайджанским художником в Баку. А это уже Япония. Видимо, после встречи с главой японского МИДа Таро Коно российский дипломат решил отдохнуть в ресторане. Там ему компанию составил бывший хозяин сети стриптиз-баров Геннадий Ровнер, эскортница Екатерина Лобанова, которая, судя по всему, развлекала в поездке российского олигарха Олега Дерипаску. Ну и, конечно же, любовница Светлана. Кстати, цель визита, которую она, как правило, указывает во время подобных путешествий, звучит так. Командировки в дипломатическое представительство. И это при том, что прямого отношения к МИДу Полякова не имеет. Она — человек искусства, снимается в кино. Правда, актрисой назвать эту женщину язык не поворачивается. Поскольку она может похвастаться разве что эпизодической ролью графини в весьма посредственной картине. Графиня Надежда Павловна Зубцова. Надежда Павловна Ольга Андреевна. Вряд ли Полякова заработала актерской игрой на одну из самых дорогих квартир в мире и целый парк машин класса люкс. Эта, на первый взгляд, скромная женщина владеет недвижимостью на целый миллиард рублей. У нее есть дача в Подмосковье и квартира в Москве на Причистенке. В этом же доме можно найти объявление о продаже аналогичной. Роскошь достойно избранных. Стоит почти 700 миллионов рублей. Кроме того, у второй жены Лаврова есть взрослая дочь, которая живет в Лондоне и владеет суперэлитными апартаментами за 400 миллионов рублей. Девушка приобрела их, когда ей был всего 21 год. Явно не без финансовой помощи влиятельного отчима, с которым, по всей видимости, у нее сложились прекрасные отношения. Ведь Лавров развлекает за государственный счет чуть ли не все семейство Поляковой. Лавров на важнейшие межгосударственные переговоры возит не только любовницу, но еще и ее маму и дочку. А еще по иностранным делам от МИДа по миру разъезжает 18-летняя племянница-любовница Лаврова. Это какой-то цирк, да, вот вы представьте, вы дипломаты, да, вот у вас большая группа дипломатов летит на какие-то важные переговоры, я не знаю, там с каким-нибудь Кейрой или с каким-то президентом, или с каким-то президентом, Австрией они летали. И вот они грузятся в буквальном смысле слова, вот этот вот спецборд МИДа, этот гигантский дел, они грузятся, сначала Лавров, потом все коллеги, которые реально будут участвовать в этих дипломатических мероприятиях, а потом еще вместе с ними и 70-летняя теща, 13-летняя девочка-премянница, соответственно, вот эта вот тайная супруга и еще какие-то родственники, ну просто цирк. В общем, Лавров паразитирует на своей должности как может. Но, судя по декларации, сам он живет весьма скромно. У него есть только квартира площадью почти 250 квадратов, а земельный участок, дом и гараж находятся в совместной собственности с супругой Марией. Получается, что законная жена Сергея Викторовича живет в разы беднее, чем тайная. А сам министр иностранных дел РФ, как оказалось, находится на содержании у миллиардера Олега Дерипаски. Я вообще всегда пытаюсь любое дело проанализировать, что нужно сделать, кто будет делать, как это делать и за какие шиши, как говорится. Лавров всеми силами помогает олигарху решать его международные проблемы, а взамен получает щедрое вознаграждение. Это ключ в том, чтобы было доверие взаимное. Члены тайной семьи Лаврова пользуются частными самолетами и яхтой Дерипаски. Останавливаются в его отеле за границей и отдыхают на его вилле. Это очень затратная вещь. К примеру, на этом фото падчерица Лаврова Полина отдыхает на горно-лыжном курорте в Австрии, где остановилась в Хотел Аурелио, который принадлежит Дерипаске. А вот она позирует на фоне бассейна и здания с колоннами. Как оказалось, эти снимки были сделаны на черногорской вилле олигарха. Также девушка была замечена на его вилле в Сардинии. Не подумайте, она не является девушкой бизнесмена. Ей позволено пользоваться всей этой роскошной недвижимостью, потому что мамин любовник предоставил немало услуг российскому олигарху. Лавров расшибался в лепешку, чтобы помочь Дерипаске получить американскую визу. Он лично на гербовой бумаге писал письма лоббистам с просьбой поспособствовать Дерипаске как можно лучше. Но теперь-то олигарху американская виза ни к чему. В сентябре прошлого года США обвинили Дерипаску в нарушении санкций и пригрозили сроком до 20 лет. Так что ему лучше не делать резких движений. Что же касается Лаврова, то после полномасштабного вторжения РФ в Украину он стал чуть ли не самой жалкой персоной в мировой дипломатии. От него отвернулись все иностранные коллеги. Никто ни от кого не отворачивался. С ним отказываются фотографироваться. В этот раз встреча глав МИД-20-ки обошлась без традиционной групповой фотографии. Министры иностранных дел западных стран отказались позировать рядом с Лавровым. А его официальные речи открыто высмеивают на международных конференциях. Мы пытаемся остановить войну, которая была начата против нас. Оно и неудивительно, ведь Россия стала государством-изгоем. И все ее международные отношения теперь сводятся к танцам с бубнами и пальмовыми листьями. Мы будем работать со всем остальным миром, который к этому готовится. Цивилизованные страны отвернулись от страны-террористки. Ведь она развязала преступную войну в соседнем государстве и ежедневно истребляет мирных граждан Украины. А министр иностранных дел РФ при этом на чистом глазу утверждает, что Россия ни на кого не нападала. Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских, на Украину. И что украинцы сами себя бомбят. Да, они бомбят свои собственные города, населенные пункты, рынки, родильные дома, больницы. Но чем усерднее Лавров пытается отбелить репутацию своей кровавой страны, тем суровее наказание его ждет. Ведь за соучастие в преступлениях РФ он рано или поздно предстанет перед судом в Гааге. А пока этот лицемер и его близкие попали под санкции. Они коснулись как законную супругу и дочь, так и вторую, тайную семью Лаврова. Печально. Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться. Мы готовы всегда к диалогу. Вот только в диалоге этом смысла нет. Потому что россияне всегда говорят одно, а делают совершенно другое. Теперь пришло время расплаты за наглое вранье и чудовищные преступления, которые Россия творит в Украине. Дмитрий Песков трижды вступал в брак. Чтобы был медовый месяц, сначала надо пожениться. И каждый раз уходил из семьи к другой женщине. Вы можете развестись, жениться, что-то сделать без разрешения в президент. Но двигала им вовсе не страсть к новой возлюбленной. Обманулись. А любовь к деньгам и стремление продвинуться по карьерной лестнице. Он всегда женится тогда, когда ему нужно что-то получить. Прямо сейчас мы узнаем, каким образом пресс-секретарь Путина использовал своих бывших жен для получения злачных должностей. Это, конечно, удача в жизни. Как третья супруга разводит усатого политика на деньги? У каждого своя жизнь, своя линия, своя стратегия. И сколько миллиардов Песков тратит на задержание своих избалованных детей? А деньги откуда у вас? Ещё с юных лет Песков выбирал себе далеко не простых девушек. Свою вообще всю карьеру он, наверное, будет пору сказать, торил к себе одним таким вот местом. Причинным, что ли, это называется? Его первой избранницей стала Анастасия Будённая, внучка того самого кровавого маршала Семёна Будённого. Она была завидной невестой, имела хорошее образование, свободно владела несколькими иностранными языками и работала переводчицей в одной из самых престижных гостиниц Советского Союза – «Интурист». Там, собственно, Анастасия и познакомилась с Песковым. Однако Дмитрия заинтересовала не столько сама девушка, сколько её отец, который занимал высокую должность в Министерстве внешней торговли страны. Песков быстро сообразил, какие перспективы открывают перед ним вхождение в семью Будённых. И женился на Анастасии. На тот момент ему был 21 год. Когда он стал членом семьи вот этого кровавого маршала, то, разумеется, воспользовался всеми их связями. И тогда они его пристроили с Охолом Жириновского, куда в основном попадали бандиты всех мастей и становились таким образом депутатами Государственной Думы. Дмитрий и его жена жили в кругу советской дипломатической элиты. Они неоднократно бывали за границей. Но влиятельность легендарного семейства начала угасать из-за распада Советского Союза. Поэтому тесть уже не мог оказывать зятю никакой протекции. А Пескову ну очень хотелось пробиться повыше. И в этом ему помогли романтические отношения на стороне. Дмитрий положил глаз на тогда еще несовершеннолетнюю дворянку Екатерину Солоцинскую, которая жила в Турции. И он, Песков, приударил за ней 14-летней, в то время как его жена, тогда внучка Будённого, была на сносях их сыном. За спиной у беременной жены Песков пробивал путь в семью влиятельного дипломата Владимира Солоцинского, который попросил амбициозного поклонника потерпеть, пока его дочери исполнится, хотя бы 18. И он таки дождался. Тем временем законная жена родила Пескову сына Николая. Но мужчине тогда было не до отцовства. Он стоял на пороге огромного карьерного скачка. И, соответственно, он развелся с своей первой женой, женился на Солоцинской и переехал в Турцию работать и жить там. Сразу после свадьбы чиновник занял престижное место в Центральном аппарате МИД России. В 1996-м он стал вторым секретарем российского посольства в Турции, а в 2000-м и вовсе первым. Вы знаете, я человек, который не может без работы. Но и на этой должности его амбициям со временем стало тесновато. Поэтому Песков начал искать новые связи. Как вы поняли, порочные, которые должны были привести к деловым. Младшая на 10 лет жена знала об изменах мужа. Жаловалась, что он сильно гуляет и так далее. Но подать на развод не решалась. Екатерина родила Дмитрию троих детей. Дочь Елизавету и сыновей Мика и Дэнни. Но у делового отца не было времени на их воспитание. Он был занят своей политической карьерой. В Турции Песков познакомился с Алексеем Громовым. Это человек, который раздает методички Соловьеву, Киселеву, Скобеевой и другим российским пропагандистам. Именно по протекции Громова Песков и попал в Кремль. Государство меня нанимает и мне платит зарплату, и я работаю. Сначала усатого дипломата назначили начальником отдела по связям со СМИ управление пресс-службы администрации президента. Затем он быстро пошел на повышение и в итоге стал пресс-секретарем президента РФ. То, что мне подфартило в жизни, это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина. Большие изменения происходили и в личной жизни Пескова. В 2010-м, будучи женатым, он закрутил роман с известной и на тот момент замужней фигуристкой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Всего я вам рассказать не могу, но скажу так, что у нас действительно... У нас были семьи ранее, у нас есть дети от предыдущих семей. Расторгнув браки, любовники еще долго скрывали свои отношения от публики. Да и в ЗАГС почему-то не спешили. Дмитрий женился на Татьяне в 2015-м, через год после рождения их общей дочери Надежды. Сначала мы говорили друг другу, что как жаль, что мы не встретились, когда вот нам было по 20 лет. А потом мы друг другу ответили фактически в один голос, что тогда это было невозможно. Мы каждый должны были пройти свой путь. Конечно, ведь если бы не предыдущие жены Пескова, он бы не смог занять хлебную должность рядом с Путиным и воровать деньги из госбюджета, на которые, собственно, и клюнула звезда спорта. Главное – это любовь. Ага, любовь к роскошной жизни. Свадьба политика и фигуристки стала событием года. Она проходила в самом дорогом отеле в Сочи – родина Grand Hotel & Spa. Для оформления мероприятия дизайнеры использовали 5000 живых цветов. Среди гостей были самые известные российские артисты – Филипп Киркоров, Николай Басков, Анна Семенович, Игорь Крутой и многие другие. Невеста красовалась в роскошном белом платье от уже покойного Валентина Юдашкина. Но после торжества все обсуждали не ее наряд, а невероятно дорогие часы, которые журналисты заметили на запястье Пескова. Они стоят 37 миллионов рублей. На такие ему вообще-то надо работать несколько лет. Тогда можно было обвинить политика в незаконном обогащении. Но в Кремле сделали вид, что не заметили ни часов, ни самой большой в мире парусной яхты «Мальтис Фалькон», на которой молодожены отправились в медовый месяц. Снять такую на одну неделю стоит 26 миллионов рублей. Оплатил путешествие олигарх Зия Магомедов. Очевидная взятка, которую списали на свадебный подарок. Кстати, по версии Пескова, часы тоже были подарком. Только не от олигархов, а от жены. Что касается истории с часами. Я же не мог не надеть на свадьбу подарок жены. Это все, опять же, наше личное дело, и это никого не волнует. Вряд ли как-то подарки жены мужу или мужа жене могут иметь отношение к антикоррупционной деятельности. Вот только политик не уточнил, откуда у фигуристки взялись такие средства. Все, что я в этой жизни делаю, я добиваюсь только своим трудом и своим вот этим напором. Это ж как нужно было трудиться, чтобы за полгода до оформления брака с Песковым приобрести вот этот элитный особняк в Подмосковье, который оценивается в более чем миллиард рублей. Здание проектировали именитые архитекторы по самому последнему писку моды. Интерьер дома сочетает необычные дизайнерские решения. Яркой ноткой во всем участке выступает монохромный шик. Мебель сделана из древесины и натуральной кожи. Также в доме есть природный камин. К основному дому пристроена большая спа-зона с бассейном, сауной и просторным спортивным залом, в котором Навка почти ежедневно занимается с личным тренером. Но, как оказалось, личного спортзала для поддержания спортивной формы фигуристке недостаточно. Ее уровень – это личный каток. Несмотря на то, что я жена пресс-секретаря, я здесь сегачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-нибудь. Как говорится, не мечтай о малом. Путину ведь удалось соорудить себе личную ледовую арену под землей в Геленджике. А подземный хоккейный комплекс мы видим впервые. Узнается бункерный стиль хозяина. Он явно любит сидеть под землей. Поэтому не исключено, что пресс-секретарь бункерного тоже со временем наворует на ледовый дворец для своей снежной королевы. Тем более, что детей от предыдущих браков он уже поставил на ноги. В 2016-м Песков приобрел для дочери Елизаветы и ее матери квартиру во Франции. Квартира, собственно, располагается в одном из самых дорогих районов Парижа. Ее площадь 180 квадратных метров. Там есть прихожая, гостиная, 4 спальни, 3 санузла, прачечная, ну и балкон. Стоимость этого жилья составляет 1 миллион 770 тысяч евро. Любопытно, откуда такие средства взялись у тогда безработной Екатерины Солоценской и 18-летней Лизы. Вообще обсуждение денег, может, в силу воспитания, я всегда считала вопросом неприличным, потому что для меня это какие-то пережитки советского прошлого. Неприлично жить на коррупционные деньги отца и рассказывать, что всего добиваешься сама. Я привыкла все время пахать и что-то делать. Меня так воспитали. Своего первенца Николая Чоулза Песков тоже не обидел. Несмотря на то, что парень нигде не работал, у него откуда-то в 2016 году взялась квартира в Москве площадью 110 квадратов и весьма внушительный автопарк, где имелся рейндж-ровер, феррари, мерседес, мотоцикл и даже Тесла. Теперь Песков финансирует все прихоти своей третьей жены, в том числе ее убыточные ледовые шоу. Так что замуж Навка вышла более чем удачно. Не просчиталась. У каждого своя жизнь, своя линия, своя стратегия. А какую же цель преследовал Песков, связывая свою жизнь с бывшей олимпийской чемпионкой? Пескову в этой ситуации импонировала ее американская жизнь. Песков, вероятно, думал, что таким образом он сможет строиться в американскую элиту. Татьяна и вправду прожила на ненавистном Россией Западе целых 15 лет. Но уверяет, что американского паспорта у нее нет. У нее никогда не было американского гражданства. Более того, она с гордостью говорит о своем российском гражданстве. Татьяна, как и ее муж, поддерживает захватническую войну РФ в Украине. Несмотря на то, что родилась она в украинском городе Днепре. Все, что не делается, значит, так должно быть. Сейчас на семью Песковых наложены санкции. Поэтому недвижимость экс-фигуристки в США осталась без хозяйки. А планы усатого политика пробиться в общество американской элиты навсегда канули в лету. Теперь ему светит только трибунал в Гааге. Но сперва Навка покажет ему шоу на льду с символичным названием «Лебединое озеро». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok